Как брачный договор может облегчить вам инвестиции? Не забудьте сохранить себе это видео после просмотра. Привет, с вами юрист, эксперт Евгений Корсакин. Смотрите это видео до конца и вы будете знать все о своих правах. Начинаем! По закону в России при разводе все имущество нажитое в браке делится пополам. Но бывают случаи, когда такое деление не подходит супругам. Здесь на помощь придет брачный контракт. Он регулирует не только то, как будет делиться имущество при разводе. С его помощью можно, например, обезопасить имущество от требований кредиторов. Или упростить процедуру купли-продажи недвижимости. Первое. Брачный договор можно заключить в браке. И до брака действовать он начинает после свадьбы. Второе. Брачный договор составляется в письменном виде. Его заверяют у нотариуса. Следующее. Брачный договор решает вопросы только с деньгами и имуществом. Следующее. Условия, касающиеся других людей или личных взаимоотношений, нельзя прописать в брачном договоре. Например, нельзя включить условия о том, что в случае измены выплачивается компенсация, кто и сколько раз выносит мусор и так далее. Брачный договор можно расторгнуть или изменить, но только по обоюдному согласию супругов. Какие вопросы может регулировать брачный контракт? Первое. Изменение режима собственности. Можно, например, указать, что деньги на счете в банке принадлежат тому супругу, на чье имя он открыт. Второе. Как распоряжаться имуществом? Вы можете указать, какие виды имущества нельзя купить, продать, подарить или оставить в залог без согласия другого супруга. Можно даже вписать запрет, брать кредит без согласия. Третье. Финансовое обеспечение одного из супругов. Например, после развода муж обязан перечислять жене определенную сумму ежемесячно. Четвертое. Распределение трат. Например, у мужа есть квартира, купленная до брака. Он решил сделать там дорогой ремонт. После развода он не сможет потребовать половину стоимости ремонта с жены, а жена не сможет претендовать на эту квартиру, сказав, что ремонт это неотделимое улучшение. И она имеет теперь право на нее. Брачный контракт пригодится. В случае покупки недвижимости в ипотеку второй супруг не является автоматом-созаемщиком. При купле-продаже недвижимости супругу супруге не нужно присутствовать на сделке и делать нотариальное согласие. Брачный договор это очень удобно и практично. И к любви не имеет никакого отношения. Некоторые пары его подписывают еще до свадьбы. Если видео было полезным, прошу поставить лайк. Таким образом вы поддержите автора канала. Желаю всем надежных и безопасных сделок с имуществом. Пока-пока.